Привычный уклад жизни на Новополосском автовокзале сегодня нарушили местные госавтоинспекторы. Пристальный взгляд направлен не на автобусы, а на маршрутные такси. Именно к ним за последнее время у правоохранителей дают транспортников накопилось немало вопросов. Усилить контроль лишь подтолкнула череда серьезных ДТП, в особенности под Смолевичами. Вплоть до середины марта в городе проверят каждую маршрутку. Отдел ГАИ Новополосского ГОВД будет проводить профилактические мероприятия по 13 марта текущего года. В целях повышения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. Сотрудники ГАИ Новополосского ГОВД вместе с транспортной инспекцией проведут комплекс профилактических мероприятий в отношении маршрутных транспортных средств в регулярном и нерегулярном сообщении. Не кошмарят, а проверяют. Суть две разные вещи, причем ревизия основательная. Сначала документы, а должны быть водительское удостоверение, техпаспорт, допуск участия в дорожном движении, страховой полис. Из обязательных – предсменный медосмотр, а также карточка и схема маршрута. После госавтоинспектора и специалист-оператора перевозок переходят к техническому состоянию транспортного средства. Важны и степень изношенности шины, и работоспособность аварийного выхода, и в целом исправность маршрутки. Пока по всем пунктам никаких нареканий. Ситуация меняется, когда правоохранители выходят на дороги Новополоска. Первое замечание – в часы пик люди едут стоя. Вот только с ним категорически не согласны водители. Я на кадр не могу выходить, это считать места и выгонять местных. Их раз и выгонишь. Они же как муравьи в этот автобус. Руки пихают, я закрываю дверь, они кричат, что руку прижали, как будто еще что-то прижали. А там еще и с ребенком лезут. Дети едут в детский сад. И что я могу сделать на кадр? Выгнать, остановить, а вообще автобусы что? А мне работать надо, мне семью гармошам. Это городские автобусы, где смеешь, 30-40 километров, чем более час пик. Это нереально, людей выгодно. Они вот как муравейники стоят на остановке. И каждому нужно на работу, каждому нужно в садике. Да, междугородные не вопрос, должны быть все сидящие. А по городу что здесь? Водители негодуют по поводу штрафов за провоз людей стоя. И предлагают посадить в каждую маршрутку своего рода вышибалу. Вот только решит ли данная мера проблему – большой вопрос. Ведь, по сути, люди сами выбирают садиться в переполненное маршрутное такси. Понять и пассажиров можно. В попытках уехать с утра на работу, как говорится, все методы хороши. Вот что точно можно изменить, так это подход водителей к манере вождения. В основном все жалобы – на лихачество отдельных маршрутчиков на дороге. Хотя и в этом вопросе, как показывает народная молва, есть разногласия. Все зависит от водителя, но на самом деле в последнее время водители ездят более аккуратно, чем обычно. В общем, нареканий никаких нет? Ну, пока на самом деле нет. Но у меня не было вообще, в принципе, таких случаев, что он бы очень сильно гонял. Поэтому, возможно, мне просто везет. Есть некоторые, которые ездят быстро. Недавно он попался водителем, ему жалобы написал. Получается, здесь я на маршрутку поехал в больницу на Коунскую. Ну, данный водитель, иначе, как бы, привяжал в скорость, и он видит прекрасный свет. Естественно, когда все вышли, вот, перед первой калаткой, я остался один, он меня не заметил. В общем, как бы, материться, потом, когда она была ночью, ну, я попросил на славке, а спите, пожалуйста. Он меня обматерил, как бы, ничего при этом не сказал. Сказал, типа, «Валентюда». Вот, а так, как бы, в целом, ну, езжем на маршрутках чаще. И некоторые водители всегда все добрые. По-всякому бывает. Городской как-то транспорт получше, а, ну, Полоцк, Новополоцк, бывает, что и гоняют. Бывает такое. Редко, но есть. Как в целом, как обслуживание водителя? Ну, вообще, культурно. Еще, как бы, нормально, хорошо, молодцы. Что однозначно, деятельность маршрутчиков требует серьезных корректировок. И в плане организации, чтобы, прежде всего, между самими водителями была солидарность и уважение. И в плане материального поощрения, дабы никто не гонялся за лишним рублем, забывая о безопасности и часто сохранности пассажиров. К слову, изменения ожидаются уже в ближайшее время. Александр Лукашенко планирует провести совещание по данному вопросу. А пока он на контроле МВД и Минтранса. Важно прежде всего донести до каждого водителя маршрутного такси простую истину. Он отвечает за жизнь всех, кого перевозят. И здесь лучше не полагаться на авось и уж тем более не торговаться с удачей. Цена может быть слишком высока.